В заседании Совета Министров обороны Организации договора о коллективной безопасности приняли участие Министры обороны Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, полноправный представитель Республики Армения при ОДКБ, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась и начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. Были обсуждены обстановка, складывающаяся в различных регионах государств, членов Организации договора о коллективной безопасности, вызовы и угрозы современного мира, меры по их нейтрализации, а также вопросы развития военной составляющей организации, которые с учетом реалий сегодняшнего дня приобретают особую важность и значимость. В ходе пленарного заседания были одобрены соглашения по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирования сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств, членов ОДКБ. План мероприятий, посвященных 30-летию подписания договора о коллективной безопасности и 20-летию Организации договора о коллективной безопасности, дальнейшее развитие сотрудничества Организации договора о коллективной безопасности с Содружеством независимых государств и Шанхайской Организации сотрудничества, оснащение коллективных сил оперативного реагирования, организации договора о коллективной безопасности современным вооружением, военной и специальной техникой, специальными средствами, план совместной подготовки органов управления и формирования сил и средств системы коллективной безопасности, организации договора о коллективной безопасности на 2022 год. Глава оборонных ведомств также рассмотрели проект решения Совета коллективной безопасности, организации договора о коллективной безопасности, о времени и месте проведения очередного заседания Совета министров обороны, организации договора о коллективной безопасности и типовую структуру командования коллективных сил оперативного реагирования, организации договора о коллективной безопасности, опробированную в ходе командно-штабной тренировки и доработанную с учетом результатов внутригосударственного согласования. Редактор субтитров А.Семкин